На прямой связи президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики, легендарная Ирина Виннер. Ирина Александровна, здравствуйте! Ценим вас, любим, но очень переживаем. Как будет выглядеть участие Российской Федерации на предстоящих Олимпийских играх? Мы только что коротко рассказали, там у них грандиозные проблемы, крысы, клопы, нас это, конечно же, не касается. Но что наши спортсмены? Нам предлагают нейтральный флаг. Ваше слово в этой связи. Дело в том, что нейтральный флаг уже у нас был. Он был на Олимпиаде в Токио, но там были немножко другие условия. Была пандемия и не было вообще никаких зрителей ни других стран, ни нашей страны. И условия были как бы равные. Но теперь совсем другое. Теперь Олимпиада становится настоящей Олимпиадой. А какая Олимпиада без болельщиков, без зрителей, которые поддерживают своих спортсменов, которые аплодируют, которые поднимают флаги, которые болеют? Как можно выступать без болельщиков? Это первое. Второе. Что такое нейтральный статус? Это никто и звать тебя никак. Звать тебя никак. Почему? Потому что у тебя нет страны, у тебя нет флага, у тебя нет гимна, у тебя нет ничего. У тебя есть только белая форма, которая, наверное, обозначает белый флаг, который поднимают, когда сдаются. И последнее. Там такие условия, что даже нельзя в микс-зону входить нашим спортсменам. Там такие условия, что нельзя общаться с журналистами. Но это унижение. Вот мэр города тогда, я слышала, в прессе говорили о том, что Россия должна вообще выступать в команде беженцев. Ну, пережить такое великое стране, огромное стране, прекрасное стране, где сейчас все живут и только думают о том, как поднять, как сделать так, чтобы мы без всяких таких моментов, без всяких инсинуаций, без всяких унижений смогли и сделать импортозамещение и другие вещи. У нас полные магазины продуктов, у нас все в порядке, у нас спортсмены такие счастливые, что у нас будут игры дружбы, у нас будут игры БРИКС, у нас будет такая же премия, такие же призовые, как на Олимпийских играх. У нас будут блестящие условия, и они сейчас есть. Зачем? Зачем нам это нужно? И потом там же выступают трансгендеры, сегодня они выступают в каких-то видах спорта, завтра они будут выступать и в нашем виде спорта. Я считаю, что мы не можем выступать на таких играх. Ирина Александровна, вот положа руку на сердце, мне ваша позиция максимально близка. Но вот о девчонке, вот есть ли последний шанс, вот есть ли единственный шанс в жизни, вот как они говорят? Они воспринимают это как предательство? Оля, 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 о каких вы шансах говорите? У них шансы каждый день, каждую неделю, каждый месяц, бесконечные шансы. У нас проводятся соревнования без конца, у нас приезжают все наши регионы, а их 86, у каждого региона гимн, у каждого региона флаг. У нас сейчас участвовало две тысячи детей только юных гимнастов на первенстве клубов. У нас участвовало 300 человек, участвовало уже отборных детей юных гимнастов. И они выступали, они блестящие программы делали. А взрослые у нас вообще без передыху тренируются и делают свои программы уже российские, которые такие же, как были на Олимпиаде, например, в Афинах, которые делала Кабаева, Чащина. Сейчас все уже стало, как говорится, голову отрубили, хвост подтянули и нечто среднее. Мы смотрим сейчас просто на гимнастку Алию Юсупову, которую мы готовили из Казахстана. И она космос, даже она космос по сравнению с теми программами, которые нам сейчас предлагают. Нам это вообще не нужно. Художественная гимнастика остановилась, а мы в этом не должны участвовать, потому что это вид спорта, который родился в России. И мы должны быть законодателями, а нас делают какими-то исполнителями. И уже многие к этому начинают привыкать. И идут по этой дороге с поднятыми руками и с неподнятыми ногами. Я себе представила трансгендера в вашем виде спорта. Мне стало страшно. Я не хочу такое увидеть своими глазами. Мировой спорт вообще потеряет? Есть ролики. Есть, да. Да нет. Выше, быстрее, сильнее. Выше, быстрее, сильнее. Этого хотел Кубертен. Да. Он хотел этого. Этого уже нет. Выше, быстрее, сильнее. Никакой трансгендер выше, быстрее, сильнее может сделать, чем та женщина, которая с ним рядом бежит, даже в легкой атлетике. А у нас, пожалуйста, смотрите ролик. Мужчина в купальнике, впереди треугольник, сзади треугольник. И делает женскую программу. Вот это, к этому мы идем. К этому мы не пойдем. И потом нету, если Россия и Белоруссия, нету на соревнованиях это сильнейшие спортсмены. А где же это выше, быстрее, сильнее? Олимпийские игры теряют свое Реноме. Олимпийские игры теряют тот статус, который был им заслуженно присвоен веками, годами и Пьером Кубертену. Американцы выиграют, да? Наверное. Израильтяне. Кто заберет все наше золото, когда мы не поедем? И главное, ну что, не будет такого вида спорта без наших девчонок? Не будет. Дело в том, что его уже нет. Его уже нет, как такового, потому что программы очень слабые. Программы очень сделаны для того, чтобы была как можно больше стран на пьедестале. Но как выяснилось, а как выяснилось, сейчас выиграла чемпионат мира гимнастка из Германии по фамилии Варфоломеев. Выиграла все пять золотых медалей. С одной стороны, одна девочка. Вот и универсальность, за которую сейчас боролись и стремились наши кураторы из Международного Олимпийского комитета, из Международной Федерации Гимнастики. Спасибо вам огромное за вашу позицию. Еще раз. Пожалуйста. Ценим, любим. Огромные вам удачи, успехов. Девчонкам привет. Приходите на концерты, в которых участвуют все наши звезды, вместе с Ильдаром Абдорозаковым, вместе с Филиппом Киркоровым, вместе с Турецким, вместе с Григорием Лепсом, вместе с Бабкиной. Пожалуйста, приходите и слушайте, и смотрите. И это очень-очень новая, интересная программа. Ирина Александровна, обязательно придем. Ирина Виннер, на прямой связи, президент Всероссийской Федерации Художественной Гимнастики. Просто великая женщина. Спасибо.